Глава региона Алексей Русских провел рабочую встречу с сенатором Сергеем Рябухиным. Темой для разговора стала экологическая безопасность региона. К обсуждению пригласили руководство Минприроднадзора и главной специализированной проектной организации. В планах правительства начать реконструкцию очистных сооружений на правом и левом берегах Ульяновска, в Димитровграде и Барыше. А чтобы получить федеральное финансирование, необходимо войти в программу «Чистая вода». Для этого нужно определить набор задач, которые войдут в проектно-сметную документацию. Ранее вопрос ремонта систем водоотведения обсуждался с министром природных ресурсов Российской Федерации Александром Козловым, который приезжал в Ульяновск в начале июня. Договорились о том, что к концу года мы получим первый пакет ПСД, который можно будет направить на госэкспертизу. Это дает нам возможность вписаться в бюджетный цикл 2022-2023 года. Это очень важно. Если мы сейчас закончим формирование проектно-сметной документации по Ульяновску области в части очистки источных вод, и тогда в этом случае мы можем рассчитывать в объеме 2-3 миллиардов рублей получение средств на следующий год. Обсудили также состояние спиртзавода в Муловке Меликесского района. Напомним, еще в 2017 году из-за прорыва барда-хранилищ, эксплуатируемых собственником завода, отходы заполнили местные пруды. В прошлом году, пожалуй, без жителей, деятельность предприятия приостановили на 90 дней. Тогда Гиппократу решили дать второй шанс. Подписали план по комплексной экологической реабилитации поселка. Однако жители продолжают задыхаться от спрадного запаха. В мае этого года Алексей Русских принял жесткое решение приостановить деятельность предприятия. Часть барды, как психологический остаток по производству спирта, он перерабатывается, а часть, значит, водоем, это наносит экологический ущерб и ущерб для здоровья граждан, проживающих в Муловке. По итогу на встрече приняли решение, что завод не будет работать до тех пор, пока руководство не предпримет меры по очистке прудов и утилизации загрязнений. Напомним, уменьшение уровня загрязнения воздуха, воды и почвы – задача, поставленная президентом страны. Поэтому в регионах Поволжья модернизируют объекты системы водоснабжения, водоотведения, обновляют техническую базу в лесном хозяйстве и расчищают русло рек.